Первые подводные лодки Израиля, британские «Спрингер» и «Сангин», появились на вооружении еще в 1959 году. Тогда началась новая эра для военно-морских сил страны. Флот подводных лодок Израиля значительно расширился и модернизировался. Сегодня он включает пять современных субмарин класса «Дольфин». «Дольфин», «Танин», «Левьятан», «Рахов» и «Ткума». Эти подводные лодки были построены в Германии и стали неотъемлемой частью стратегии ВМС Израиля. И это еще не все. Сейчас завершается строительство новой подлодки класса «Дакар», которая станет началом замены текущих лодок на еще более совершенные модели. Это не просто корабли. Это символ инноваций, технологий и стратегической мощи. Потрясающе, как из небольшого начала в 1959 году Израиль смог создать один из самых передовых подводных флотов мира. Хочу рассказать вам подробнее о настоящем чуде инженерной мысли израильских подводных лодках типа «Дольфин». Эти субмарины – гордость военно-морских сил Израиля. И их возможности действительно впечатляют. Подлодки «Дольфин» были разработаны в Германии специально для Израиля. Они отличаются высоким уровнем автономности и могут оставаться под водой до 50 дней. Это настоящие многоцелевые подводные лодки, оснащенные мощной дизель-электрической установкой и современными системами обнаружения. Что меня особенно поражает – это их способность погружаться на глубину до 1115 футов. Представьте, какие возможности открываются для исследований и выполнения задач. Эти подлодки оснащены 10-ю торпедными аппаратами, которые могут запускать как торпеды, так и ракеты, включая знаменитые САП «Гарпун». Они идеально подходят для работы в сложных условиях, оставаясь при этом практически невидимыми для систем обнаружения. А внутри все продумано до мелочей – три палубы, комфортные каюты и даже специальный отсек для выхода боевых пловцов. «Дольфин» – это не просто подводная лодка, а символ инноваций и передовых технологий. Израиль вложил в эти субмарины все лучшее. Интересные факты о «Крокодиле» на службе ВМФ Израиля. Речь идет о подводной лодке класса «Дельфин» – «Танин», что на иврите значит «крокодил». Эту подлодку построили в Германии, а израильский экипаж доставил ее в порт Хайфа. И знаете, встреча была действительно впечатляющей. Весь военный флот, базирующийся в Хайфе, включая надувные десантные катера, вышел поприветствовать ее. Это уже третий «Крокодил» на службе Израиля. Двух предыдущих давно отправили в отставку, но этот, надеюсь, будет служить еще долго. И хотя это не атомная подводная лодка, она способна нести крылатые ракеты с ядерным зарядом, что делает ее крайне значимой для оборонной стратегии страны. Но на этом израильские военно-морские силы не остановились. Позвольте представить подводные лодки класса Dolphin 2. Когда я впервые узнал о них, меня впечатлило, насколько эти субмарины опережают свое время. Это не просто подводные лодки, это настоящие технологические чудеса. Dolphin 2 поражают своей автономностью. Они могут оставаться под водой настолько долго, что начинают казаться частью самого океана. Их разработчики предусмотрели все, чтобы эти подлодки были не только надежными, но и максимально эффективными. Например, их системы наблюдения и анализа окружающей среды позволяют им видеть и слышать то, что происходит на огромных расстояниях. А вот что действительно впечатляет – их способность оставаться незаметными. Специальные технологии делают эти лодки практически невидимыми для систем обнаружения. Подумайте только, Dolphin 2 может выполнять свои задачи так тихо и скрытно, что даже опытные специалисты порой не могут засечь их присутствие. А теперь снова обратим внимание на американские подводные лодки класса Virginia. Если вы думаете, что подлодки – это просто скрытые машины, то Virginia перевернет ваше представление. Это не просто подводная лодка, это настоящий подводный центр технологий. Меня особенно впечатлила их способность работать с подводными дронами. Представьте, специальный модуль позволяет запускать эти маленькие исследовательские аппараты прямо из-под воды. Они помогают исследовать океанские глубины, изучать морское дно или выполнять сложные задания на расстоянии. Это буквально превращает Virginia в командный центр под водой. Но и это еще не все. Их скорость под водой действительно поражает. Эти лодки могут быстро маневрировать даже в самых сложных условиях, оставаясь при этом практически незаметными. Когда я узнал, как эти подлодки работают в реальных условиях, то понял – это не просто машины, а шедевры инженерной мысли. Давайте перенесемся в Германию и поговорим о подводной лодке Type 200-12A. Честно говоря, когда я впервые узнал о них, меня впечатлило, как немцы смогли соединить традиционное качество с настоящими инновациями. Эти лодки работают на водородных топливных элементах. И это не только экологично, но и невероятно тихо. Вы только представьте – подлодка, которая практически бесшумна под водой. Благодаря этой технологии Type 200-12A остаются незаметными для большинства систем обнаружения. Даже самые продвинутые сонары часто просто не в состоянии их засечь. Это словно невидимка, которая выполняет свою работу, не оставляя следов. Особенно интересно, как они справляются с задачами в прибрежных водах. Здесь нужно быть маневренным и практически незаметным, ведь пространство меньше и обнаружить что-либо проще. Но Type 200-12A словно растворяется в воде, сохраняя полный контроль над ситуацией. Каждый раз, когда я читаю или слышу об этих подлодках, я думаю – вот это настоящий инженерный шедевр. Германия еще раз доказывает, что умеет создавать технику, которая сочетает в себе надежность, экологичность и передовые технологии. Шведские подводные лодки класса «Готланд» – это настоящая революция в подводной инженерии. Эти субмарины стали первыми в мире, оснащенными воздухонезависимыми двигателями типа «Стерлинг», что позволило значительно продлить время, проведенное под водой, без необходимости всплывать для забора воздуха. Это преимущество дает «Готланд» уникальные возможности для выполнения длительных скрытных миссий. Особенность «Готланд» заключается в их способности работать под водой до двух недель без всплытия, что делает их практически незаметными для большинства современных систем обнаружения. Такие характеристики позволяют этим субмаринам оставаться в глубинах океана, выполняя сложные задачи в условиях высокой секретности. Конструкция «Готланд» также заслуживает внимания. Лодки оснащены современной системой шумоподавления, которая делает их практически бесшумными. Это, в сочетании с компактными размерами, позволяет им эффективно маневрировать в прибрежных водах, оставаясь вне зоны досягаемости противника. Эти подлодки продемонстрировали свою эффективность даже в тренировочных условиях. «Готланд» удалось успешно обнаружить и поразить американский авианосец во время учений. Этот случай стал ярким примером того, насколько эффективны эти субмарины в выполнении задач, требующих незаметности и точности. «Готланд» — это не просто подлодка, а пример того, как технологии могут быть применены для создания уникальных решений, которые меняют правила игры под водой. Китайская подводная лодка Type 039A Yuan — это яркий пример современного подхода к подводной инженерии. Созданная с учетом последних технологий, она сочетает в себе бесшумность, эффективность и высокую автономность, что делает ее одной из самых впечатляющих субмарин своего времени. Одной из ключевых особенностей Type 039A Yuan является ее усовершенствованная система шумоподавления. Благодаря этому лодка практически незаметна под водой, что особенно важно для работы в сложных и динамичных условиях. Ее бесшумный ход позволяет не только минимизировать риск обнаружения, но и успешно справляться с задачами, где важна скрытность. Системы обнаружения и анализа, установленные на Type 039A Yuan, позволяют эффективно исследовать окружающую среду. Эти технологии дают лодке возможность обнаруживать и анализировать объекты на больших расстояниях, делая ее идеальным инструментом для изучения океанических глубин и морских маршрутов. Еще одно преимущество Type 039A Yuan — ее универсальность. Лодка способна выполнять широкий спектр задач, включая работу в прибрежных водах и на глубине, оставаясь эффективной и надежной в любых условиях. Для меня Type 039A Yuan — это показатель того, как современные технологии могут объединяться для создания по-настоящему уникального подводного судна. Китайская инженерия делает серьезные шаги вперед, и Type 039A Yuan — одно из лучших этому подтверждений. Норвежские подводные лодки класса ULA всегда привлекали мое внимание своим уникальным сочетанием компактности и эффективности. Эти небольшие, но невероятно надежные субмарины — настоящие мастера выживания в суровых условиях северных морей. Что поражает больше всего, это их способность работать в экстремально низких температурах. Арктические воды, ледяное давление и сильные течения — все это не проблема для ULA. Их корпус спроектирован из высокопрочных материалов, которые легко выдерживают подобные испытания. А системы обогрева и термоизоляции обеспечивают стабильную работу всех внутренних механизмов, что особенно важно в таких суровых условиях. Меня восхищает их маневренность. Благодаря компактным размерам ULA могут бесшумно передвигаться в прибрежных водах, где сложный рельеф дна и ограниченные пространства требуют невероятной точности. Эти лодки буквально скользят под водой, оставаясь практически незаметными для систем обнаружения. Еще одна удивительная особенность — их гидролокационные системы. Они способны обнаруживать цели на больших расстояниях, даже в условиях сложной акустической среды. А энергоустановка позволяет лодкам находиться под водой продолжительное время, что делает их незаменимыми для долгосрочных скрытных операций. Для меня ULA — это доказательство того, что даже небольшие подводные лодки могут быть невероятно мощными и надежными. Эти субмарины идеально адаптированы к самым сложным условиям и показывают, как инженерия может превратить суровые северные моря в поле для эффективной работы. Южнокорейские подводные лодки класса KSS-3 — это настоящие технологические шедевры, объединяющие передовые разработки и высокую боевую эффективность. Первая партия этих субмарин включает две уже переданные флоту лодки — «Досон Ан Чан Хо» 2021 года и «Ан Му» 2023 года — построенные компанией DSME. Третья подлодка «Шин Чаэ Хо» в настоящее время достраивается Hyundai Heavy Industries, а заказ на четвертую субмарину передан компанией «Хан Ва Оушен» в 2023 году. Особенности второй партии KSS-3 впечатляют. Эти лодки обладают увеличенным водоизмещением до 4000 тонн, длиной корпуса в 293 фута и 3 дюйма, шириной 31 фут и 10 дюймов и осадкой 24 фута и 1 дюйм. Энергетическая система сочетает воздухонезависимую двигательную установку — AAP — и литий-ионные батареи, что позволяет значительно увеличить время нахождения под водой и обеспечить практически бесшумное движение. Что делает эти лодки особенно грозными, так это их вооружение. KSS-3 оснащены шестью торпедными аппаратами диаметром 21 дюйм и вертикальными пусковыми установками для десяти ракет «Юнмо-Кштвару», способных поражать цели на расстоянии до 497 мил. Планы на будущее для KSS-3 уже расписаны. Головную лодку второй партии планируют спустить на воду в 2025 году, а передать флоту в 2027 году. Третью подлодку построят к 2031 году. Эти субмарины — не только символы передового инженерного мастерства, но и мощные инструменты для выполнения широкого спектра задач. Южная Корея продолжает доказывать, что ее подводный флот является одним из самых инновационных и эффективных в мире. Российские многоцелевые подводные лодки класса «Ясень» представляют собой пример передовых технологий в подводном кораблестроении. Эти малошумные субмарины известны своей скрытностью, благодаря которой их практически невозможно обнаружить под водой. Одна из главных особенностей этих подлодок — гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые делают их крайне эффективными в выполнении стратегических задач. Кроме того, «Ясень» обладает характеристиками, которые подходят для перехвата. Лодка способна развивать скорость до 31 узла, что позволяет ей догонять даже самые быстрые надводные корабли. Еще одной впечатляющей характеристикой является возможность погружения на глубину до 1968 футов. Такая глубина значительно расширяет возможности субмарины в маневрах и скрытных операциях. На модернизированной версии «Ясень-М» установлен гидроакустический комплекс МГК-600Б «Иртыш-Амфора» B055 или антенна комплекса «Лира». Эти системы позволяют обнаруживать цели на расстоянии до 199 миль, что делает субмарину одной из самых технологически продвинутых в мире. «Ясени» — это не просто подводные лодки, а высокотехнологичные машины, способные эффективно решать задачи как на стратегическом уровне, так и в операциях ближнего радиуса. Итак, друзья, мы совершили удивительное путешествие по глубинам океанов, познакомились с уникальными подводными лодками и заглянули в мир передовых технологий. Когда я изучаю эти субмарины, я вижу не просто машины, а символы человеческого гения, которые объединяют лучшие технологии, инновации и смелость. И знаете, мне кажется, что за каждой из этих историй стоит не только технический прогресс, но и дух исследования, стремление выйти за рамки привычного. Если вас вдохновляют такие истории, как и меня, и вы хотите делиться знаниями, удивлять и вдохновлять других, то у нас есть отличная возможность. Мы создаем контент, который захватывает дух и открывает новые горизонты. Если вы увлечены монтажом видео, озвучкой или написанием увлекательных сценариев, присоединяйтесь к нашей команде. Вместе мы можем делиться уникальными историями, которые вдохновляют миллионы. Напишите нашему телеграм-боту и начните свой путь к созданию яркого контента. Ваша креативность может сделать мир еще интереснее. Спасибо, что были со мной на этом подводном приключении. До встречи в новых историях о мире технологий и его невероятных изобретениях.